Всем привет! Меня зовут Алена и в этом видео я расскажу, как определить свой цветотип внешности. На самом деле, тема очень интересная, но щепетильная, потому что, когда вводишь в поисковике цветотипы внешности, вам выдают фотографии знаменитостей с подписями «Лето, зима, осень, весна» и кажется, что ни один из этих цветотипов вам не подходит, ни на кого из этих знаменитостей вы не похожи. Сейчас у меня нейтральный макияж и довольно простой цвет одежды. Все потому, что сегодня вместе с вами мы будем делать пару тестов, которые помогут определить ваш и мой цветотип внешности. Первое и самое главное, с чего бы хотелось начать, это определение холодных и теплых цветов. Все мы знаем, что такое цветовой круг. Это цвета, разделенные такими сегментами. Принято считать, что существует два типа цветов – холодные и теплые. Для того, чтобы не сильно углубляться и максимально упростить подачу информации, давайте ассоциировать каждый из подтонов с временами года. Например, холодный подтон – это будет зима, а теплый подтон, соответственно, летом. Там, где есть голубой подтон – это холодный цвет. Там, где есть более желтый или золотистый – это теплый. Как же быстро определить, вы холодный цветатив или теплый? Все, что вам нужно – это зеркало. И сейчас я предлагаю каждой из вас внимательно на себя посмотреть. Наша задача – определить свой натуральный пигмент кожи, волос, глаз и так далее. Он будет холодным или теплым? Итак, первая подсказка – это натуральный цвет волос. Вот эта вот часть у меня окрашена, смотрим только на корни. Сейчас я подвигаю вот так вот головой и посмотрю, есть ли у меня в волосах золотой перелив. В моем натуральном цвете волос нет желтого или золотого пигмента. А это означает, что волосы у меня холодного цвета. Они пепельные. Пепельные и серые – это холодные цвета. Если же вы видите блик золотого или рыжего цвета, у вас теплый цвет волос. Если же вы все еще не уверены, посмотрите на цвет бровей. Они уж точно подскажут, какой у вас тон волос. У меня они серые. Намека на русый цвет я не вижу. Да и карандаши для бровей мне идут более серого подтона, чем коричневого. Если вам идет коричневый, значит у вас теплый тон. Дальше переходим к коже. Она у меня чувствительная и склонная к покраснению. Часто под глазками проступают синячки именно синего подтона, голубого, а не зеленого. И это лишь подтверждает, что у меня холодный цветотип. Если же у вас есть пигментные пятнышки, веснушки, синячки у вас бывают, но более зеленого тона. Это означает, что у вас теплый тип. Если вы все еще не уверены, давайте посмотрим на запястье. Отгибаем кисть назад и смотрим цвет вен. Если у вас проступают синие или фиолетовые венки, значит у вас холодный цветотип. Если более зеленый, значит теплый. То же самое касается и естественного пигмента губ. У меня он такой слегка голубоватый, холодный. Но если вам идут коралловые цвета, вы теплого цветотипа. Для того, чтобы точно удостовериться в правильности выбора подтона, холодного или теплого, я взяла две вещи. Первая ярко-желтого цвета, это теплый. И вторая вот такая вот серо-голубая вещь. Давайте попробуем приложить их к лицу. Как видите, в кадре это контрастный яркий цвет, в тени которого я как будто теряюсь. Есть желтый цвет, меня в нем нет. Он не украшает мою внешность, а как будто делает ее менее выразительной. Теперь возьмем холодный цвет, вот голубой, например. Посмотрите, насколько ярче начал выглядеть цвет глаз. Он подчеркивает цвет моей кожи и цвет волос. Это определенно мой цвет. Но при этом меня в нем видно. То есть первоначально я, потом идет синий цвет, а не наоборот. Ну что, с цветами мы разобрались. И самое время копнуть немножечко глубже. И все-таки определить, какой у вас цветотип внешности. Их существует всего четыре. Два холодных и два теплых. Давайте начнем с холодных. Это зима и лето. Зима один из самых контрастных цветотипов внешности. Таких девушек, как говорится, видят издалека. Это классическая женщина вам. Темные контрастные волосы и светлая кожа с таким холодным, а иногда и оливковым подтоном. Зачастую глаза карие, но могут быть насыщенного черного цвета или даже такого контрастного синего. Таким девушкам подходит красный цвет, бордовый, фиолетовый, такой богатый, синий. У меня этот цветотип ассоциируется с чем-то таким королевским. Следующий цветотип это лето. Это, как по мне, самый нейтральный цветотип. Он тоже холодный. Цвет волос пепельный или пепельно-русый. Кожа светло-розовая, такая практически прозрачная. Могут даже просвещаться сосудистые сеточки, какие-то венки. Цвет глаз обычно светлый. Это серый, голубой или зеленый. Довольно темные контрастные брови. И да, это мой цветотип внешности. Дальше идут два теплых цветотипа. Давайте начнем с весны. Весна, даже судя с названием, это солнечная светлая девушка. Цвет волос всегда с золотым отливом. Зачастую русые. Цвет кожи как будто легкий загар. Это цвет топленого молока или слоновой кости. Глаза светлого цвета. Светло-голубые, светло-зеленые. Такие светлые ореховые. Таким девушкам обычно подходят какие-то яркие, практически неоновые цвета. В общем-то все оттенки, которые у вас ассоциируются с разнообразной такой весной. И у нас остается последний цветотип. Это осень. И подобно времени года, это рыженькие девушки. Цвет волос или рыжий, или русый с таким активным оранжевым переливом. У таких девушек часто бывают веснушки. Глаза или светло-карие, или зеленые. Надеюсь, к концу этого видео, каждая из вас уже определила свой цветотип. Но, если у вас возникли трудности, отмечайте меня на своих фотографиях в инстаграме. Я вам попробую помочь разобраться. Надеюсь, это видео было вам интересным или полезным. Если это так, пожалуйста, поставьте пальчик вверх внизу. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока! Подписывайтесь на мой канал!